Социально-политическая обстановка на территории Гомельской области в целом стабильная. Протестные активности так называемых сторонников перемен находятся на низком уровне. Но вместе с тем это не повод для самосупоковения. Те уроки, которые мы извлекли из событий 2020 года, не дают нам это сделать. Особенно накануне важного для нашей страны политического события приведения к конституционному референдуму. Анализ информации, которая поступает в Комитет госбезопасности, в наше Гомельское управление КГБ свидетельствует, что деструктивные силы западные антибелорусские центры при поддержке стран Запада не оставляют попыток по дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране инспирированию массовых протестных акций, в том числе используя для этого приведение к конституционному референдуму. Поступающие данные свидетельствуют о сохраняющейся радикализации отдельных лиц, сторонников экстремистских телеграм-сообществ. Недавный пример – это задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство Республики Беларусь, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в городе Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта. Чтобы не возвращаться к этой части, о чем здесь Александр докладывал, должен вам сказать, что все, что было здесь сказано, это то, что мы видим. Это верхняя часть айсберга. Ситуация гораздо серьезнее, и тот, кто основательно занимается анализом этой ситуации внутри нашей страны и за пределами нашего государства, по отдельным элементам, я сейчас пример проведу, чтобы вы понимали, видит, что происходит вокруг нас. Возьмите последнее событие с этим беглым солдатом. Вы заметили, он рассказывал о том, что они по пьяни убивали не только беглых этих бедолаг, мигрантов, но и своих поляков, которые помогали этим беженцам, волонтерам. Они их спаивали, потом заставляли специальные люди, никакие это не пограничники, как он говорит. Просто они были одеты, как пограничники, и представлялись, как пограничники польские. Это специально подготовленные люди в системе спецслужб. Дефинзива эта, или как ее раньше называли, и так далее, они их заставляли и принуждали зачем. Ведь, давайте так грубо, жестко говоря по-мужски, ведь для того, чтобы уничтожить человека, который бежит от войны, этот беглый и прочее, не надо же было демонстрации устраивать, стрелять в лоб, стрелять в голову и так далее. Нет, напоили, стреляй в лоб, стреляй в голову. Очень опасная тенденция. Людей готовить специально убивать. Даже по нему видно, что убить человека, слушайте, это, ну не знаю, из этого зала даже военный, не каждый бы смог это сделать вот в такой обстановке. Если, конечно, война, если ты понимаешь, что завтра убьют тебя, или сейчас убьют тебя в бою, или убьют твою семью и так далее, совершенно понятно, или кого-то из твоих, не дай бог, родственников убили, то ты психологически подготовлен к тому, чтобы отомстить за это. А здесь, в спокойной ситуации, отбирали из армии людей, бросали на границу и заставляли убивать. Людей целенаправленно готовили убивать. Вы думаете, только для того, чтобы Польшу убивать? Нет. Не хотелось бы очень, но это я имею в виду и ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор. Скорее всего, они готовили убивать чужих людей в другом государстве. В каком? Поживем, увидим, пусть попробуют. Вот вам элемент, вроде бы скрытый, но специалисты, очень тонко рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!